Россия поставила на боевое дежурство комплекс Сармат, а Беларусь готовится отметить день, когда СССР напал на Польшу. Об этом писала пресса на прошлой неделе, а мы сейчас расскажем, какие фальсификации и манипуляции на эти и другие темы допустили различные СМИ. Я Алена Чернявская и вы смотрите Weekly Top Fake. Поехали! Беларусь обвинила Польшу в том, что ее вертолет нарушил белорусскую границу. А Польша все отрицает и называет это провокацией. До этого вертолет вооруженных сил Беларуси был замечен на территории Польши. На фоне этих взаимных обвинений телеграм-канал Невальфович намекнул, что польской армии не чужда коррупция, а солдаты там строят дачу польскому министру обороны. И даже показал фотографии, на которых это якобы видно. Дача Блащика по стандартам НАТО. Появились кадры войска польского, где солдат используют в качестве разнорабочих. Польские солдаты оказывают все виды услуг, начиная от ремонтных работ, заканчивая ведением приусадебного хозяйства. Со стороны все это напоминает рабочий процесс на даче одного из польских генералов. Понятно, что у главы польского ведомства Блащика родня большая и дач много. Но зачем же так злоупотреблять служебными полномочиями? На самом деле снимки не появились вдруг и ниоткуда. Они были в интернете и раньше. Вот, например, эти фотографии были сделаны в 2019 году, когда польские солдаты помогали устранять последствия урагана. Далее пилили бревно войска территориальной обороны на учениях 2020 года. Ну а фото, якобы сделанные на стройке самой дачи, это Словения. Не так давно, в августе, там произошло крупнейшее наводнение за последние 30 лет. И Польша отправила своих солдат на помощь в ликвидации последствий. К слову, фотографии были опубликованы на официальном сайте польского войска. А Невальфович за придуманную историю о строительстве дачи получает пятое место нашего фейк-чарта. 17 сентября Беларусь в третий раз собирается отметить День народного единства. Это праздник, который Александр Лукашенко объявил в отместку Польше за поддержку белорусских протестов 2020 года. Напомним, что в этот день, в 1939 году, советская армия вторглась в оккупированную нацистами Польшу и присоединила к Беларуси ее восточные земли. А в ток-шоу «Буни» в эфире «Альфа-радио» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин заявил, что польский концлагерь в Березе-Картузской был первым в Европе. На территории как раз Белоруссии, в Брестском регионе появился первый концлагерь на территории Европы еще до концлагерей фашистской Германии. Он был как раз организован в «Картуз-Березе» или «Береза-Картузская» по-разному называлась. Концлагерь «Береза-Картузская» был создан в июне 1934 года, после того, как украинские подпольщики убили в Варшаве министра внутренних дел Польши. На тот момент в Дахау уже год как работал первый нацистский лагерь. Его создали в марте 1933 года. Ну а первые европейские концлагеря появились еще во время Первой мировой войны. В 1914 году открылся концлагерь для интернированных в Талергофе, недалеко от австрийского Граца, и там содержали всех, кого подозревали в симпатиях к Российской империи. А в 1915 году Австро-Венгерская империя организовала концентрационный лагерь на территории Боснии и Герцеговины для содержания сербов. Так что «Береза-Картузская» никак не могла быть первым подобным лагерем в Европе. Как вы считаете, Алексей Авдонин случайно ошибся или специально? Оставляйте ваши комментарии под видео, но предварительно убедитесь, что для вас это будет безопасно. Ну а в нашем рейтинге «Неправда» за эту ошибку Авдонин получает четвертое место. Польша и страны Балтии обсудили закрытие границ с Белоруссией. А председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков-пассажиров Белоруссии Екатерина Станкевич в эфире ОНТ сказала, что Евросоюз только грозит железным занавесом. А на самом деле россияне получили рекордное количество шенгенских виз. Такой железный занавес, прям вообще так страшно жить. Но количество виз – рекорд. Это россияне, которые получены от Евросоюза. А с 1 сентября еще и Финляндия открывают. Во-первых, Финляндия начала принимать документы россиян только на визы по особым случаям. Например, если надо воссоединиться с семьей, выехать по гуманитарным причинам, либо получить вид на жительство. Туристических и частных виз это не касается. Они как не выдавались, так и не выдаются. А во-вторых, никакого рекорда по выдаче шенгенских виз россиянам нет. Если в 2019 году, еще до войны и ковида, россияне получили 4 миллиона виз, тогда они действительно лидировали среди всех стран, то в прошлом году только 600 тысяч, то есть в 6 раз меньше. И сейчас на первом месте турки. Им выдали почти 650 тысяч шенгенских виз. Поэтому Екатерина Станкевич получает бронзу Weekly Top Fake за то, что переоценила количество россиян с шенгенскими визами. Александр Лукашенко заявил, что каждый литовец уже побывал в Беларуси. А политический обозреватель «Беларусь-1» Андрей Сыч и ведущая передачи «Скажи не молчи» того же канала Виктория Попова пришли к выводу, что когда граждане ездят за покупками в соседние страны, это должно быть унизительно для власти этой страны. И беларусы еще с далеких 90-х не ездят на закупы за границу. А вот эти вот картинки, например, которые мы в том числе наблюдаем практически во всех социальных сетях, прибалты на машинах с прицепами, которые уголь везут из Беларуси, это насколько с точки зрения политического пиара наносит урон их собственной власти, если ваш народ выбирает все-таки ездить за закупками в другое государство. Они продолжительное время этим уничижали наше общество и наше правительство, тем, что беларусы в какие-то периоды времени ездили в Польшу за закупками. На самом деле беларусы активно ездили на закупы в Польшу не в 90-е, а совсем недавно. 10 лет назад беларусы оставили в польских магазинах почти миллиард долларов за год. И чтобы облегчить шоппинг беларусам, Польша даже ввела специальную визу на закупы, которую отменили только в 2019 году. Мы изучили статистику за последнее время и выяснили, что тенденция делать покупки в соседних странах у беларусов сохраняется и сейчас, хоть и в меньших масштабах. Пример. В 2018 и 2019 годах беларусы тратили в Польше примерно по 650 миллионов долларов за год. По большей части на непродовольственные товары. В прошлом году оставили там 220 миллионов. Поляки же за это время тратили в Беларуси в десятки раз меньше. В 2019 году около 26 миллионов долларов, а в прошлом 5 миллионов. В общем, Виктория Попова и Андрей Сыч за то, что перепутали, кто к кому и когда ездит на закупы, получают серебро фейк-чарта. Россия поставила на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс «Сармат» с межконтинентальной ракетой. Она может нести в том числе и ядерные боеприпасы. А российский телеканал РЕН-ТВ заметил, что натовские генералы случайно гибнут в дни удара российских ракет по украинской территории. На Западе продолжается эпидемия странных смертей высокопоставленных генералов. И в прошлой неделе не обошлась без случаев внезапных гибелей. Так, например, генерал Жан-Луи Жоржеллен, бывший начальник гонштаба вооруженных сил Франции, обладатель 31-й воинской награды, ранее командовавшей французскими войсками в Алжире, бывшей в Югославии, Афганистане, Кот-де-Муаре, внимание, по неосторожности упал со скалы где-то в Пирене. Почти одновременно французское издание «Фигара» сообщило о гибели и сразу двух других высокопоставленных офицеров вооруженных сил Франции. Это Николя Лятура и Бабтиз Гошо из 19-го инженерного полка. Причина тоже без преувеличения весьма экзотическая – ДТП в Ираке. И это даже не говоря о том, что все французские силы официально покинули страну еще в 2020 году, что они там делали в Ираке. А вот что действительно любопытно, это дата смерти всех трех военнослужащих. Они странным образом как раз пришлись на день российского прилета по штабу ВСУ. Вот перед вами кадры ракетного удара по областному драмтеатру в Чернигой. Мы проверили эту информацию. Россия ударила ракетой по драмтеатру в Чернигове 19 августа в 11.30 по киевскому времени. А о смерти генерала Жан-Луи Жоржелена французская пресса сообщила в 10 часов по Парижу или за полчаса до удара по Чернигову. Идем дальше. Высокопоставленный офицер Бабтиз Гошо оказался лишь сержантом. И о его смерти газета «Фигара» написала вечером 18 августа. То есть за 12 часов до удара по Чернигову. Единственный, о чьей смерти стало известно хронологически после Чернигова, это прапорщик Николя Ля Турт, которого канал РЕН-ТВ также зачислил высокопоставленные офицеры. Он погиб 20 августа в Ираке. То есть получается, что как минимум два из трех французских военнослужащих на момент российского удара были уже мертвы и не могли оказаться в Чернигове. Новые любопытные детали всплыли в истории гибели другого генерала НАТО, Энтони Поттса, который погиб в июле 2023 года в результате, как говорят, пилотирования маленького самолета в штате Мэрилен. Его смерть удивительным образом пришлась именно на тот день, когда Россия нанесла удар по штабу СБУ в Днепропетровске. По Днепру Россия ударила 28 июля, а Энтони Поттс погиб за три дня до этого, 25-го. Опознали его 26-го, тогда об этом написала пресса, что тоже никак не совпадает с версией РЕН-ТВ. В общем, за то, что канал неудачно пытается предать загадочности смертям иностранных военнослужащих, он получает первое место рейтинга неправды этой недели. Если вы находитесь за пределами Белоруссии или уверены в своей безопасности, ставьте палец вверх этому видео, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Это все фейки, о которых мы хотели вам рассказать. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Наших подписчиков на Патреоне ждет небольшой бонус, а с вами была Алена Чернявская. До новых фейков на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова